пришел кассе сейчас она свет включит чтобы светлее было посредством да лучше лучше со светом ага я вижу такую невероятную не роскошь вы сейчас офигеете а пока что я вам покажу вот такой роскошный флакон посмотрите он обрамлен оловом и даже есть инициалы возможно инициалы самого производителя наверное бабочка здесь на крышечке очень красивый флакон интересный но что я вижу что я вижу ребятки вы обалдеться к этому неудобно очень подойти не очень удобно подойти нам сейчас будет перегородили еще королевы покупательницы но все же мы сейчас проблему посмотрите какое кашпо посмотрите какое убранство это это же потом во снах будет сниться такая роскошь и мороза ты кто половина оттуда не выложат здесь предметы стоят и там и еще я сейчас подойду на или тоже не подойдешь сейчас я достану отсюда вот такая шкатулка металл металл очень легкий посмотрите какая красивая что-то внутри там болтается очень красивая вещица я думаю это хорошо под кусковой сухарок здесь скорее всего на ручках была еще такая ручка из чего-нибудь плетеное вот там продавец вон там в принципе конфеты с печеньями может сложить при желании цепи я привлекательная а две тарелочки здесь это вам газета каленина канаколе так а здесь марина стоит у нее там сколько покупателей королев сколько у нее там так что у нас там на вечер оба снасловища там на вечер оба снасловища поверьте наши ну сколько в джеке 8 тысяч вы знаете число за 3 тысячи я вот это имею кошпар шикарное 8 с половиной а вот это что это он это купил это что это он 10 тысяч а за такую цену их давно нету я купила отморок вы знаете что это купил Отчаянник-то какой у нее, посмотрите, как его достать, этого красавца, ух ты, какой расписной-то, посмотрите чудо какое, с детеревами, и здесь, боже, боже, какая русская, невероятный, обалдеть, вау, какой же он красивый. Отсвечники блюда с розовым рисунком, шикарно, так, это таблички для, а, подстоловые приборы, а я подумал таблички, подстоловые приборы, вот какая у нее красивая тарелка, Здесь тарелки все разные, германская, так, Марина говорит, что тарелочки с разным рисунком, эти две одинаковые, а здесь еще другой рисунок, Ну, мне чайник понравился, чайник невероятный, и вот эти предметы роскошные. Кстати, спрашивали, сколько комплект стоит, а сколько он стоит? Семьдесят. Семьдесят. Кто-то из королев спрашивал, вот этот? Лимош, там к лимош. А, это лимош. Тоже лаза лимош, начиная роспись. Лимош с ручной росписью, красивый цвет. Не синий, он такой, немножко с фиолетовым. Вот мы чайник взяли в руки, это, оказывается, наше русское бжелье. Вот такой у них крышка без ограничителя, и очень легкий фарфор. Да, да, да. Роскошка. У меня есть такой в бирюзовом цвете сервис, с такой же формы чайник. Ну, это знаешь... А без вот этих раскрасок? Другие. Другие. Там вообще роскош шикарные. А, тоже картинка есть, да? Конечно. Они все живут. Там вообще произведение сколько. Двадцать тысяч. Или сколько? Двадцать, да. Слушайте, роскошная вещь. За двадцать тысяч нормально вообще. Если я не ошибаюсь, ну, вроде бы, двадцать. А, какая прелесть тоже. Весит в цветах. Ну, вот какой подсвечник нежный. Кисловодский. Слушайте, какая приятная вещица. А то они какое-то делает ляписта, а этот такой сдержанный. Красивый. И огромные подсвечники канделябры. А блюдо какое. Блюдо-то чудеса. Германия. Этот розовый комплект тоже шикарный. Двадцать тысяч. Три предмета. Красивая кашпо. С мальчонкой. С мальчонкой. С советницей. С советницей. В каком фоне лучше сделать его? Роскошная. Редкая фигура. Прославится младая случайно. Маленькое кашпо. Бронзу. Три тысячи стоит. Изобилие всего. Покупай и снова приходи, выбирай и покупай. Ух ты. Трость. Трость какая шикарная. Выглядит тяжелая, а на самом деле легкая. Вау. Тут я понимаю тресточка. Здесь еще одна есть с серебряным наконечником. Либо с посеребряным. Опять дождь начинает крапать. Ух ты, дождь-то усиливается. 925-я проба. Есть клеймо мастера. Есть клеймо пробы. То есть серебро... Ух ты, надо зайти все-таки туда вовнутрь. Вау. Спрятаться. Недавно читал совет. Нужно стоять под дождем. И дождь... Ну, нужно стоять промокнуть всему. То есть, чтобы с тебя прям дождь стекал, тем самым как бы грехи смываются. То есть природа, она же вот как растения растут. Ну, вот я недавно такое читал. То есть, чтобы с тебя текло прям болезни, неудачи. Видите, всякие наговоры на тебя. То есть надо, чтобы прям стекало с тебя. Шикарное. Серебро. Так, смотрите, тоже вот. А, видите, посыпал и уже заканчивается. Вот такой разносик есть. Можно сыр положить. Можно фрукты. Есть какие-то тоже определения, знаки. Так, и с этой стороны, посмотрите, какая лампа. Роскошнейшая. Ух ты, ручьи побежали там. Такая лампушка. Да, да, я вижу. Дождина конкретная. Какая лампушка. Прям ливень. Там ручище течет огромная. Ух ты. Крыши величие. Ну, на город стоит прям вот там, под дождем. А часть там спряталась. Ну, а я пойду пить кофе с капитивом. А дождь тетет. Может быть, он все-таки пройдет? Как думаете? Друзья, я подошел к Элле. Эллу я часто снимаю на тишинке. Посмотрите, какая необычная, шикарная вещь. Предмет, кстати, вон вижу даже. А дождь перекратился, да. И народ вот стоял под этим навесом. Отступление небольшое. И Ася напротив, и сегодня Айлас встала напротив Ася. Вы видите капельки в стекле? Это эризированное стекло. Эризированное или эризированное, по-моему, правильно. Это розбул для цветов. То есть сюда вы вставляете цветы, там водичка. Стекло очень тонкое. Такое вот нанесение. Вот этого вот, как-то назвать. Такое бензиновое. Видите, раскрас. Вещица шикарная и антикварная. Тончайший вот этот металл. Тончайшее стекло и форма. То есть невероятная такая вазочка. Так, мне у нее, конечно, вот эта каподимонта понравилась. Я тут просто рассмотрел сейчас детально все. И насколько это красиво. Вот этот настоящий каподимонта. То есть мы его встречаем. Я часто каподимонта разная. Но вот в этой статуэтке видно, насколько те другие поддельные и некачественные. Вот это очень красиво все проработано. Просто гениально. Такая детализация веснушки. Посмотрите, у паренька. Очень все красиво. Ой, я вчера тоже на салтыковку ездил. Примерно в такой шляпе, только в черной. И вот так же ее рукой придерживала, потому что ветер был. Так, что у нее еще красивое? Кстати, вот кто-то из вас из королев спрашивал вот эту статуэтку. Это тоже каподимонта перед сном парочка. И стоит она 17 тысяч. Так что можете приехать или обратиться ко мне. Я свяжу вас с Эллой. Так, у нее есть вот такой комплект. Необычный тоже мужская история. Пепельница и портсигар. А что вот это такое? Соперегилюйтина, обрезай сигару. Для обрезки сигар. Франция. Такой предмет. Депонт. Для кабинета. Урановая вазочка. Изящной формы. Очень красивая вещица. Так, что еще вам показать у нее? Сегодня у нее, да, были продажи неплохие, несмотря на дождь. Ну и, конечно же, ардинерка мне очень понравилась. Это прям такой винтаж, вернее, антиквариат хороший. Работа гениальная, проработка. Смотрите, листочки и цветочки. И все на смете. Ножки необычные. Металл, конечно. Металл это, да? Или посеребрение. Это посеребрение, да. А еще, ну, может быть, и шпиатор. И здесь депоза, видите, стоит. Надпись. Очень красивая вещица. Даже внутренний вкладыш говорит о том, насколько старая эта вещь. Видите, там уже проела ее. Очень красивый предмет. Так, коняшек давайте покажу вам у нее. А кто это у нас? Германия. Германия? Германия, коняшки. И вот чайничек интересный. Английский. Садлер. Англия. Их коллекция. Садлер. Коллекция чайничка, да? Или чего? Он вот такой одиночный, да, сам по себе? Да. Без всего? У них коллекции 7 штук. Их 7 штук в коллекции. Да, красивый. Красивый. А это флакончик? Да. Обычный. Сваровский. Ай, капли на меня капают. А зеркальце серебро, да? Серебрение. А серебрение давайте я вам покажу. Псише. Псише, да, точно, точно. Псише. Псише это когда крутится, вот так движется, вот так вот, можно перевернуть. Кстати, рамку можно сделать, да? И выдвижной ящичек для украшений. Сразу берешь украшение, одеваешь и смотришь на себя. Какой ты красивый, и одет тебе сегодня этот комплект или другой. Алюминиевый такой чайничек с коровкой. Забавный немец. Крышечку, не потеряешь ее. Хорошо, что у нас здесь на месте. Ух ты, вот какая красота. Необычно с морозным узором. А, сейчас, сейчас, сейчас возьму. Какой узор морозный, шикарно на стекле. Обалдеть, вы видите? Видно вам? Сейчас вот сюда покажу, на просвет. Просто невероятная вещица. Какие маленькие детали, а какую большую роль играют они в данном предмете. Роскошная. Вот она, карандашница антикварная. Посмотрите, какая роскошная. Редчайшая вещь. Ну, вазочки мы часто с вами встречали, а карандашницы, конечно, нет. Да, красотка. Красотка. И вот еще, что есть у Эллы. Посмотрите, посеребрение. Здесь бархат. Ух ты, латонные вот эти петли. И у нее здесь, значит, подрамник. То есть, две фотографии. Вот сразу после свадьбы можно вставить. Кстати, хороший подарок на свадьбу. Сразу поставят они здесь друг дружку, себя, жених и невесту. А это у нас ваза Кайзер. Бисквит. Видите, стилистики кожи питома. Необычные. Вот как раз для тех, кто любит сдержанный стиль, да? Да, да, да. Без ракалий. Ну, нам, мне лично, конечно, без ракалий прям аж прям кочевряжит, так скажешь. Мне нужна ракальна. Вот это шикарно. Тут вообще обалденно. Ладно, видишь, на редкость редкостная называется вань. Да, фрагонары. Фрагонар? Цвет. А, ну да, сценки, да. Да, специально фрагонары, да. Ну, это Бавария. Хорошая. Смотри, это. Бирюза моя любимая. Вот еще у Эллы вот такая есть красивая вазочка антикварная, стекло пожелтевшее от времени. Не, оно не пожелтевшее от времени. То есть оно такое еще... Самое стекло. Это хрусталь, который еще не добавлялся на свинец, чтобы его очистить. Да, это прям вот нормально. Вон оно как. А, понял. Ну, красивая вещица. И сам рисунок, и как он расположен, интересно. Все ручную здесь уже и филипплась. То есть, если бы вот эти фрагменты были бы здесь, это уже было бы скучно. А здесь уже так очень... Ножка такая, вверх такой. Очень красиво. Тут уже вот... Старый хрусталь не отличается. Только глупец будет спорить. Он не отличается. Тем, что он желтоватый. У людей, которые понимают... У людей, которые понимают... У людей, которые понимают... Да, которые понимают, они знают, что это уже данный вариант. Они понимают. Да, да. Ну вот, видите, что, ребятки, уже и солнце вылезло. Дождь прошел, и вышло солнце. Смотрите, зеркальце какое красивое. Вот подобное зеркало, только с ручкой, а здесь вот дальше для... Там было, под зеленой крышей. Но там всей красоты не было видно. А здесь вот тоже можно рассмотреть все. 3000. Наверное, ручная работа, мне кажется. Здесь вот такой мужчина сидит серьезно. Седовласы. В кресле, как он антикварный. Со львами. Так. Это у нас что такое? Это лупа. Это лупа и компас. Надо же. Два в одном. Ай, капли на меня капают. Я не знаю, что такое посеребрение. Капы такие холодные. Здесь много бронзы. Это ножки от стола. У меня стол такой есть. Золотой. Золотой краской покрашу. Просьба руками не трогать. Но мы с вами потрогаем, потому что это Лимош. Франция. Вот они, видите, достаются. Красота. И вот такой милейший. Маленький-маленький лакончик есть. Кстати, здесь на столе, рядом с Асей, мне понравилось кашпо. Видите, сколько воды в нем набралось от дождя. Так. Мы ее сейчас сольем, чтобы показать вам кашпо. Посмотрите, оно все в цветах. Красота невероятная. Сейчас я узнаю ценник, потому что мне нравится. Достаточно старенькая вещица. Ну, 19-й век, я думаю. Сказали 18-й, но я сомневаюсь, думаю, что 19-й. Даже начало 20-го. Но очень красиво. 18-ть стоит. 18-ть тысяч. Ребятки, я пропустил еще две этих пазы невероятной красоты. Вы помните, по центру, который я вам показывал, стояла с гладиолусами. А это уже новинки. То есть, они еще больше размером, еще крупнее в цветах. Две одинаковых парных. Это у Аси. Вы понимаете, да, какое роскошство? Сплошная магия, одним словом. И цвета, и формы, и вся эта лепнина. Конечно, сказочная красота невероятная. Девочки, мальчики, здесь подошла Алена. Помните куколу, которая делает? Это у нее капают капли прямо там? Да, да. А, у него, я видел эти штучки. Да, да, да. Это артехошные накладочки. Как-нибудь я их интегрирую. Куда? В подставки. Тоже с куклами, да? А покажи еще эту, вот ту штучку. Она будет трон делать для куклы, и вот эту накладку тоже использует. Это будет кресло с накладкой, да. И потом кукла. Это она у Эрика взяла. В стиле короля солнца что-то будет. А там будет мужчина или кукла? Или девочка сидит? Еще как родиться. А ты, кстати, делаешь мальчиков кукол? Редко. Редко. Иногда делаю, но редко. Были, но редко. Я тут нахожу предмет, вдохновляюсь, и это вот меня как-то, знаешь, стилит на создание. Ну, мы все, как говорится, впрок покупаем, а потом созреешь, и тогда уже делаешь. Да. Капает на нее водичка. Ладно. Я приехала за нее, я ее вчера не купила, но купила другие, но не смогла. А жумучаясь, дождь вроде, и все равно. Побежала, думаю, а вдруг дождется, и она мне дождалась очень радость. Так ты ему маяку и оставь, убери. Ладно, Лед, рад был повидаться. Мы ждем от тебя новых кукол. Я сейчас говорю, ты читала, сколько там было всего написано про тебя? Какая молодецкая ручница. Очень рада. Все, кто приходит в инстаграм, пришли. А, заходили в инстаграм, да? Ну, здорово. И времени, и все, да, это надо познавать. В сентябре, да? Ну, у тебя, наверное, уже и сейчас есть, наверное, да? Хороший, солидный кук. У нас тоже из фарфора, уже там все как положено. Это уже как бы уровень искусства. Ладно. И Тишинка тоже что-то сделает, что успеет сделать. Угу, хорошо. Ну, в общем, пересечемся еще. Давай, удачи тебе, всего хорошего. Всего хорошего. Пока-пока. Достал я все-таки эту вазу. Ну, как достал, мы со стола еще собираем. Все, помогаю. И могу показать вам. Это, оказывается, бронза все-таки. Бронза здесь по краям. Посмотрите. И все, все ручки, дно крепятся вот этими, как назвать, такими крепежами. Красота невероятная. Шикарная майорика. Вот вкус имели-то люди, да? Это же отрисовывали вначале. Чтобы все это потом уже отлить, форму делали. Шикарно просто. Обалдеть. Это же все должно в размер мне подходить. Сказка. Сказка. Мечта. Ну что, друзья. Это уже завершение рынка, хотя еще люди ходят и продавцы еще стоят. Посмотрите там, какая верхушка с петухом. Уж такой красивый петушок там наверху. Видите, увеличиваешь камеру, и она такая очень чувственная, назовем ее так. Ну, в общем, до новых встреч, я вам скажу. Я всегда жду с вами встречу, не только вы со мной, но и я с вами. Поэтому до новых встреч, мои дорогие. Всего хорошего. Здоровья. Пусть всегда будут рядом люди, которые ценят вас и любят. Пока-пока. С вами был ваш Иван Рыбников. Ну что, да верни, Саш, до новых встреч. До новых сердечных встреч. Оставлю вам номер Аси. Можете сюда обратиться, и она вам отправит любой товар в ваш город. Ох, там розы посадили. Красота. Пока-пока, королевы. Люди думают, что я им машу. Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил мне по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идёшь, идёшь по январю. Холодно следы, как многоточье. Хочешь, я с тобой заговорю. Руку дам, и станет путь короче. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова